Всем привет! Пещера бурлит. Певица Алла Пугачева выступила с кратким заявлением, которое глубинарии восприняли как начало пугачевского бунта. По слухам, вернувшись из-за границы, Алла Борисовна первым делом начистила вывеску пропагандисту Соловьеву, после чего переговорила с влиятельными деятелями высшего звена и уже потом, убедившись, что ей ничто не грозит, сделала заявление в своем инстаграм. Много ли надо махнатикам, чтобы возликовать? Этих слов ПТУшной Примадонны оказалось более чем достаточно. По большому счету нет никакой разницы между каким-нибудь Дерипаской и Пугачевой. Тот олигарх бандитского призыва, а это купчиха постсоветского шоу-бизнеса, такого же бессмысленного и беспощадного, как и все остальные бизнес-отрасли пещеры. Пугачева дружила с властью всегда, что при Брежневе, что при Горбачеве или Ельцине, и от Путина было дело цацки принимала с приветливой улыбкой. Как мамка поющего борделя она понимала, кто держит поляну и по каким понятиям. И никакие ущемления мужей со стороны государства не вводили ее в грех непослушания, невзирая на бунтарскую фамилию. Кстати, в шоу-бизнесе и Разин тоже есть, тот, который Андрей, тварь первостатейная. Так что никаких восстаний не ждите. Пугачева плоть от плоти системная дама и делает только то, что от нее ждет сама система. В самый нужный момент, как и положено мастеру большого, но провинциального шоу. А сейчас система стоит на низком старте перед долгожданной перезагрузкой. Ее бывшие бонзы проиграли все, включая войну, которую сами же и затеяли. Теперь главное не совершить фальстарт, не запустить процесс раньше времени. Все должно быть сыграно как по нотам, органично, дабы недоверчивый Запад поверил в шанс на перерождение. Типа в девяносто первом было дело, мы вас таки накололи. Но теперь-то уж у нас все будет по-настоящему, по чесноку, век воли не видать. Говорят на низовых уровнях, полушепотом, но уже все чаще с переходом на повышенные тона, делят портфели и должности тех, кого неизбежно пустят под нож в результате перезагрузки. Ведь понятно, что как Путин, так и его окружение – ходячие мертвецы. Кто станет спикером нижней палаты парламента, а верхней? А кто придет на места Бортниковых, Патрушевых, Золотовых и прочих Собяниных, не говоря об этажах пониже? Пугачева шатнула трон в тот момент, когда глубинная общественность особенно остро нуждалась в появлении живого символа непослушания. Причем символа знакомого, понятного и родного. Мохнатый мыслитель Борис Когорлицкий не скрывает своего восхищения. Текст краткого послания составлен так, что его можно беспрепятственно цитировать, не рискуя попасть под административное или уголовное преследование. Не употребив ни одного из запрещенных слов или словосочетаний, она сумела четко и доходчиво выразить свою мысль. Причем именно в такой форме, которая получит поддержку у множества наших граждан, весьма далеких от принадлежности к какой-либо оппозиции, либеральной или левой. Конец цитаты. Конечно, Примадонна Терпелоидов, оплакивающая гибель наших ребят за иллюзорные цели, выдала хорошо просчитанный текст. Как когда-то Навальный, родивший крымский бутерброд. У Пугачевой в Украине не озверевшую отморось в удобрения превращают, а там гибнут наши ребята-жигулята. И этим все сказано. К примеру, потери личного состава 64-й мотострелковой бригады из Бурятии, которая геройствовала в Буче, составляют 90%. Рыдает ли по ним бунтарка легкого поведения, некогда заявившая дословно, я так долго работала лобковой костью, что имею право делать, что хочу. Старая обслуга исполнила эффектный номер и сорвала аплодисменты от партера до галерки. Место застолбила, так что она еще поползает по авансцене прекрасной пещеры будущего. Если, конечно, после поражения в войне кому-то будет интересно ее искусство переобувания. Кстати, не знаю, слышали ли вы этот анекдот из недавних. Сидит грустный Путин напротив собственного портрета и говорит, вот даже не знаю, что ж теперь будет-то, что ж будет. А портрет ему и отвечает, а что будет? Ничего особенного. Меня снимут, а тебя повесят. Становитесь нашими патронами прямо сейчас и смотрите далее в нашей программе. Рашисты обстреляли южно-украинскую АЭС. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, образовав воронку диаметром 2 метра и глубиной около 4 метров. В Великобритании похоронили королеву Елизавету II, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. На церемонию похорон прибыли самые влиятельные политики со всего мира. Путин приглашен не был. Президент США Джо Байден дал интервью каналу CBS и откровенно предостерег Китай и Россию от резких необдуманных шагов. Сегодня, 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу. Европейская комиссия предложила не выделять в Венгрии 7,5 миллиардов евро из бюджета Евросоюза до тех пор, пока страна не проведет антикоррупционные реформы. Любовь населения к фанату Путина Орбану может сойти на нет. И на этом на сегодня все. Полную версию программы «Обратный отсчет» пожалуйста смотрите на ресурсе Patreon. И спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас. Всех обнял. Увидимся в четверг. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин